Если кто еще не знает, то блестящие нынче превратились в трио. А все потому, что бывшая участница Ира Лукьянова внезапно забеременела и покинула группу, решив в ближайшее время выйти замуж и посвятить себя семейной жизни. Впрочем, похоже, ей уже скоро найдут замену. Пока будет замена, она уже есть, она просто немного сыровата. Да, немножко пошловато выглядит. Она действительно не совсем еще знает материал и не совсем еще готова выходить с блестящими на сцену. Но все же, если это случится, то новой четвертой участницей блестящих, скорее всего, станет некая Аня. Аня, ну это еще не утвержденный, не окончательно утвержденный вариант. Мы будем смотреть, как она, что она понравится, она не понравится. Понравится будет временно замещать вакантную должность Иры. Не понравится, значит, ну, значит, будем втроем. Но Иру нам никто не заменит никогда в жизни. Кстати, как написала недавно одна московская «Желтая газета», именно Иру и Жанну собирались в скором времени убрать из блестящих продюсеры группы. Мол, старовато они уже стали для этого проекта. Но Жанна Фриске утверждает, что все это ерунда. Это не правда, и это не было правдой, когда написали, мы еще не знали о том, что у нас будет малыш. Мы знали абсолютно случайно. Абсолютно случайно и недавно. Поэтому, как видите, я еще пока в группе. Что будет, неизвестно. Может быть, я завтра выйду замуж. Может быть, Юля завтра выйдет замуж. И Ксения Андреевна завтра выйдет замуж. Но замуж в ближайшее время Жанна навряд ли выйдет. А вот стать кинозвездой может вполне реально. Жанна снимается в кино, она сама скромничает. Рассказывает, перед Новым годом выйдет четырехстерийный фильм. 29-30 декабря вы увидите этот фильм. Я думаю, что он будет такой бомбой. Можно я похвастаюсь? Потому что Жанну все очень хвалят, все режиссеры. И для нее это дебют. И мы все за нее очень рады. Может, потому, что режиссеры так хвалят Жанну, сама она тоже очень хвалит будущий фильм. Фильм будет достаточно неожиданным. Это будет мистика в перемешку с фэнтези. Абсолютно новый жанр для нашего кино. Очень много компьютерной графики, очень много спецэффектов. Очень большой бюджет у фильма. Очень яркие актеры, такие как Хабенский, Меньшов, Куценко, Владимир Золотухин. Ой, Валерий Золотухин, извините. Я там каким-то образом буду пробегать. Я играю королеву тьмы. Не отстает от коллеги по группе и Ксюша Новикова. Правда, она, в отличие от Жанны, творит на традиционном для себя эстрадном поприще. Ксюша скоро приготовит неожиданный сюрприз для всех своих друзей. Для их журналистов она подготовила анплактовый вариант песен группы «Блестящие» в новых обработках, новых аранжировках с живыми музыкантами. Она в одном из клубов Москвы скоро представит свою программу сольную. Это не соло, это хобби просто. А вот третий блестящий Юлий Ковальчук похвастаться, судя по всему, пока нечем. Правда, у неё на это есть весьма уважительная причина. Она ещё молодая. Я просто всё очень-очень искусно скрываю. Да, она учится пока у взрослых своих подруг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова